девчонки всем привет сегодня будем укреплять ноготочки акриловой пудрой я не стану вас томить и уже сняла покрытие сделала маникюр и опилила форму на ноготочках у меня остался тонкий слой базы это все как обычно и так сегодня будем использовать вот такую акриловую пудру от нл фирмы мне она очень понравилась потому что у нее очень очень маленький помол то есть такая пудра хорошо подойдет как для укрепления ногтевой пластины так и для различных дизайнов и попробуем вот такой топ вискоз и рубербазу от тнл кстати не смотрите на этот ноготок у меня я им стукнулась и он у меня сломался совсем нет времени переделать и так будем использовать посмотрим как они в работе и заказала себе на пробу вот такие четыре цвета но точнее как на пробу тнл фирма мне хорошо знакомая сейчас я вам их покажу первый цвет под номером 058 очень красивый глубокий зеленый цвет с золотыми блесточками и зелеными на самом деле сверкает он просто невероятно откуда ты изнутри идет это свечение признаюсь когда я стала носить первый слой я немного разочаровалась подумала что он полупрозрачный и не очень хорошо ляжет на ноготки но я всегда выкраску делаю на прозрачные типы чтобы увидеть плотность и второй слой моментально все это перекрыл не скажу что слои прямо совсем тоненькие они средние но в лампе мощно они хорошо просохнут и так следующий цвет под номером 325 лондонский дым вот так этот мой любимчик такой приятный фиолетовый цвет девчонки наверное это самый приятный фиолетовый цвет который есть в моей коллекции а я фанат фиолетовых оттенков у меня их очень много это такой нежный фиолетовый цвет но в то же время не пастельный а достаточно темный с маленькими маленьким серебристым микрошиммером еле заметным вот такой красавчик белый перламутровый давно очень искала такой цвет некоторые меня сейчас поймут мои девочки мои клиентки просят такой цвет в качестве камуфляжа под френч то есть сейчас модным не только молочная база под френч но и вот такой камуфляжа заказала обязательно как только увидела на палитре очень красивый цвет в два слоя он ложится и ноготь не просвечает но если сделать его в один тоненький слой получится очень красивый камуфляж и так и последний цвет под номером пятьдесят семь это цвет называется серебристый металлик и вы знаете он очень интересно необычный серебряный цвет а как будто в серебро добавили много 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 маленькой рваной фольги в общем светится он бесподобно на самом деле все эти цвета я готовлю потихонечку новую палитру к новому году чтобы порадовать своих девочек своих клиентов ну и конечно же вас всевозможными обзорчиками гель-лаки от этой фирмы у меня есть у меня их немало они мне очень нравятся средняя консистенция хорошо самовыравниваются хорошая пигментация есть иногда проблемные оттеночки желтые но всеми этими четырьмя цветами я очень довольна и так давайте приступим к самому укреплению буду показывать вам на ноготочки на своем на средненьком возьмем рубер базу она очень густая у них но в то же время она неплохо выравнивается есть небольшой такой запах но он не сказать чтобы сильно бил по носу наносим тонким слоем обязательно прокрашивайте все боковые стороны и к кутикуле девчонки сильно быстро сильно близко не подбирайтесь не просушиваем и на мокрую базу мы посыпаем акриловую пудру посыпаем 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 и ждем где-то 10 секунд очек чтобы наша мокрая база впитала акрил и в таком виде вот сушим когда она уже высохла это примерно 30 секундочек я стряхиваю излишки пыли щеточкой ничего не обезжириваю ноготочку меня шершавый поэтому я беру маленький бафик и аккуратно шлифую кстати все материалы заказывал я с сайта им косметик кстати сейчас магазине им косметик проходит акция 2 плюс 1 на все гель-лаки тнл с 13 по 19 ноября можно купить два гель-лака и 3 получить бесплатно я думаю это отличная возможность попробовать новый бренд или приобрести уже полюбившийся вам товар поэтому девчоночки заказываем пробуем и пишем свои впечатления об этой фирме мне очень интересно узнать кто пробовал потому что мне эти лайки очень нравятся они недорогие и хорошего качества и так что хотела дальше рассказать дальше мы берем ту же самую базу каучуковую и делаем обычное выравнивание но вы должны понимать что капельку мы уже должны взять меньше так как у нас уже есть слой какой-то на ногте и нам не надо сделать его слишком толстым как бубличек такой то есть мы должны понимать что толщина уже какая то есть поэтому выравнивание делаем лайтовая и так вот такой ноготок у нас получился сделаю все остальные и приступим с вами дальше и так я все ноготочки укрепила акриловые пудры и даже уже накрасила большой ноготь чтобы он мне не мешал всегда так делаю и на клиентах тоже то есть когда я приступаю к остальным ногтям они большие пальчики меня уже покрыты цветом и топом указательный и мизинчик у меня будут выполнены таким белым перламутровым гель-лак нанесу его в два слоя и тоже покрою топом чтобы не мешало делать дизайн на двух остальных пальчиках конечно если вы будете делать это на клиентах то это делать не обязательно я просто если честно очень боюсь вляпаться и наношу тот фиолетовый цвет который мне так понравился на безымянный и средний палец вы посмотрите даже с первого слоя уже видно плотность гель-лака на ногте то есть прозрачная типсинка она все равно у нас же с вами ноготь непрозрачный то есть конечно лак ложится плотнее и я думаю что понадобится один средний слой либо два тонких я всегда крашу два слоя поэтому на видео тоже крашу 2 и так покрываем оба ноготочка не покрывая сначала под кутикулу как обычно просто промазывает центральная часть и потом буду прорабатывать просушиваю в лапе и теперь берем пушер отодвигаем кутикулу сейчас кстати девчонки покажу как я покрашиваю без кисточки видео я снимала дома и я не взяла с собой тоненькую кисточку а из дома как только я приехал в кабинет я все 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 увезла и так берем кисть сначала прокрашиваем центральную часть и боковые валики доходим мы до синусов ведем кисточку медленно видео немного ускорено поэтому вы должны понимать что я работаю немного медленнее потом мы прокрашиваем один синус и от него медленно медленно сухой кистью я ее обтерла об флакон мы ведем и повторяем линию нашей кутикулы вот так и никакая тоненькая кисточка нам не понадобится если кто-то смотрит меня постоянно знает что потом достаточно будет просто натянуть немного кутикул будем с вами сегодня еще использовать слайдер вырезаем нужный нам элементе покажу кстати как я креплю слайдеры которые не на весь ноготок а только на какую-то часть или какой-то отдельный рисунок то есть я никогда кстати не макаю слайдеры в водичку видела мне кажется это не совсем правильно гель-лак он ведь не любит влагу я просто кладу их на влажный ватный диск вот таким образом немножко их придавливаю и бумажка размокает и слайдер прекрасно отходит от своей подложки эти слайдеры они не требуют белой подложки и они с эффектом аэрографии но в общем вы сейчас сами все увидите там где у меня будет слайдер я промазываю тоненьким тоненьким слоем базы и аккуратненько беру слайдер и сдвигаю его с подложки один у меня не совсем размок поэтому возьму пока что другой посмотрите аккуратно сдвигаю и прикладываю так как базу у нас не высохшая поэтому слайдер по ней прекрасно скользит я знаю что кто-то так не делает но я всегда кладу слайдер на базу мне кажется что так он лучше держится почему-то у меня лично так это мое личное наблюдение поэтому вы можете его оспорить кстати девчонки расскажите а как вы крепите слайдеры и наносите ли вы базу так же как наношу ее я или вы просто крепьте ее на липкий слой и вам достаточно этого итак мы прикрепили слайдеры подвинули их немножко и покрываем топом знаю знаю будете писать на безымянном немножко не додвинула очень уж мне хотелось закончить данный дизайн делаю я его в 2 часа ночи чтобы порадовать вас новым видео так что не судите слишком строго открываем мы это все дело топом и кстати оговорюсь если я наношу слайдер на весь ноготок то я обязательно запиливаю торец прохожусь праймером и еще раз базой и потом топом вот такие ноготочки у меня сегодня получились очень аккуратные и темные светлые кстати кто заметил на правой руке и у меня все еще ноготочки с базой близ и цветами и дизайном на хэллоуин конечно база немного просела но столько сколько я с ними хожу вообще гель-лак не должен жить вот такие цвета у нас сегодня были кому видео было полезным ставьте лайки подписывайтесь на мой канал расскажите свои впечатления о моих покупках и вот такая пудра акриловая кстати девчонки доснимала потом кусочек посмотрите просто как ее там много и не насколько мне ее хватит но очень очень надолго в общем с вами была таня бестнейл всем пока